МОНАСТЫРЬ ГАНДЕН СЕМЦУЛИНГ Эта школа появилась довольно поздно, в 15 веке, и к ней принадлежит и нынешняя Далай-Лама. С утра в монастырь прибывают тибетские паломники, целыми семьями, с детьми и стариками. Некоторые паломники, вернее паломницы, ведут себя для несведущего человека несколько странно. Они словно измеряют своим телом расстояние вокруг монастыря. Эта форма покаяния, принята и в Индии, за особо тяжкие грехи. Интересно, чем так уж провинились эти две барышни? МОНАСТЫРЬ ГАНДЕН СЕМЦУЛИНГ Самый большой и самый знаменитый тибетский монастырь Гюнани ведет лестница из 146 ступеней. Монастырь, рассчитанный на проживание до 2000 монахов, имеет шесть основных зданий. Создан он полностью по образу и подобию монастыря Паталом в Хасе. В 30-е годы XX века монахи по наивности предоставили приют и помощь коммунистическому генералу Хе Лунгу, что не спасло монастырь от полного разрушения во времена культурной революции. Во время так называемого мирного освобождения тибетских трудящихся от эксплуатации китайская народная армия разбомбила монастырь вместе со многими другими религиозными центрами. Восстановлен разрушенный монастырь был лишь в 1983 году, и сегодня в нем проживают около 700 монахов. Чтобы понять, много это или мало, стоит вспомнить, что до китайской агрессии в крупных монастырях Тибета проживало в монастыре Сюра 5 тысяч монахов, а в монастыре Дрейпунг 7 тысяч. Секта желтых шапок Гилукпа – одна из четырех основных школ тибетского буддизма. Отличается от более мистических красных и черных шапок своей большей социальностью и политической активностью. Пятый Далай-Лама, отец-основатель монастыря, жесткой рукой прекратил междоусобицы, раздиравшие Тибет, и соединил светскую духовную власть в своем лице. О свойственном ему жестком контроле говорит и тот факт, что его смерть во время медитации в возрасте 66 лет, его приближенные скрывали 15 лет. В эти годы роль Далай-Ламы играл один из монахов. Тибетский тантризм для непривычного глаза кажется ужасным. Чудовища, пожирающие миры. Сам Будда, Гаутама с поднятым обнаженным мечом. Это выглядит по меньшей мере странным по сравнению с другими направлениями буддизма, где Будда – мудрый и благостный наставник, достигший просветления. А тут не мир, но меч принес я вам. Тантрический буддизм еще называется Ваджра-Яна, от слова Ваджра – молния, оружие бога-грамовержца. Считается, что просветление может наступить мгновенно, как удар молнии. Удар меча. Ура! Уроки закончились! Можно гулять! Свобода! Отмучились! Сегодня в монастыре Гаден Сан Цулинг особенно много военных. Нет, это не еще одна агрессия китайской народной армии против тибетских монастырей. Теперь можно и проявить заботу. Военные медики приехали в монастырь, чтобы проверить состояние здоровья монахов и меряют всем пульс. Но, как понятно, у здорового духа здоровое тело. Монахи тут и в солнце, и в снег бегают в одной тряпочке. Монахи тут и в снег бегают в одной тряпочке. Монахи тут и в снег бегают в одной тряпочке. Каринка, там можно подняться наверх, на уровне лица. Будды, пойдешь? Да. Монастырь состоит из трех основных зданий. Центральное во время нашего пребывания было на реставрации, которая является частью общей программы по привлечению в эту местность туристов. В двух остальных зданиях установлены гигантские статуи Будды Шахьемуни, по 8 метров каждая. По сравнению с большим сидячим Буддой в Лишане, они, конечно, просто дюймовочки, но в сравнении с человеческим размером кажутся огромными. Подход к статуе возможен с трех уровней. Нижний этаж расположен у ног, средний на уровне живота, а с верхнего третьего можно смотреть на лицо. С третьего этажа, молящиеся внизу, кажутся совсем маленькими. С третьего этажа, молящиеся внизу, С третьего этажа, молящиеся внизу, Среди молитвы запросто все прерывается. Начинается дружеская беседа. С третьего этажа, молящиеся внизу, С третьего этажа, молящиеся внизу, Субтитры делал DimaTorzok